Несколько сумок с личными вещами. Это всё, что эти жители Дебайцево успели взять с собой. Они в спешке пытаются покинуть опасную зону, где оказались под перекрёстным огнём. Нам у меня мама там неходячая, мне надо и тётю забрать, они там сидят. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям проводит эвакуацию жителей Дебайцево. По официальным данным, 1 февраля было вывезено 204 человека. Это немного для города, население которого до начала конфликта составляло 25 тысяч человек. Оставаться в Дебайцево стало опасно для жизни. Многие дома разрушены, люди в отчаянии. Света нету, ни угля, ни тепла, ни ма. Ничего нет в городе. Все магазины закрыты кругом. Всё время стреляют с самого утра. Дебайцево расположен между Донецком и Луганском, которые находятся под контролем пророссийских сепаратистов. Дебайцево – важная стратегическая цель, так как является одним из крупнейших железнодорожных узлов, на востоке Украины и связывает Донецк и Луганск. Летом сепаратисты один раз уже захватывали Дебайцево, но украинские военные его вернули. В январе сепаратисты начали новое наступление, и сейчас ситуация вокруг города остаётся крайне тяжёлой. Дебайцево может быть взято в кольцо. Украинская армия изо всех сил пытается предотвратить такое развитие, помня трагичный опыт Иловайского котла. В минувшие выходные безрезультатно закончилась встреча контактной группы в Минске. В ОБСЕ заявили, что пророссийские сепаратисты не стали говорить о прекращении огня в Донбассе, а потребовали пересмотра прежних договорённостей. Тем временем в НАТО подчёркивают, что сепаратистам помогает Россия. Сепаратисты становятся сильнее, потому что их поддерживает Россия. Сепаратисты получили из России тяжёлое вооружение, сотни единиц тяжёлой техники, танки, ракетные системы, артиллерию. А пока жители Дебайцево продолжают покидать город, когда это позволяет ситуация. Этой женщине всё-таки удалось забрать имаму, которая не может ходить. Есть место, вот-вот-вот, сзади, сзади.